Всем привет! С вами канал Тайга моя заветная. Сегодня давайте попробуем помышковать в этом красивом месте. Все у меня готово. Палатка стоит. Мыши приготовлены. Нужна только удача. Таймин здесь есть. Здесь красивый остров. Протока с течением. И с той стороны река. Я сегодня взял с собой старенькую палатку, чтобы проветрилось. Не все в новой ездить. Вот она жива-здорова. За те годы, что мы ее эксплуатируем. У нее было две неисправности. Два раза мы, ну по нашей вине, два раза ломали стойки. Неправильно чуть загибали. Хруст нету. Ну отремонтировали, там ничего сложного. Отрезал излом, просверлил, чопик вставил. Все готово. Как новое. На ветру оба раза получилось. Место не сказать, чтобы дикое. Люди здесь бывают часто. Но не знаю, часто ли мушкуют. Давайте пробовать. В приманке у нас комби-мыш. Две натайминя и две универсалки. Сделаны из каучука и пробки обычной. У двух мышей головки закрашены, у двух нет. Левая мышь больше для спокойных мест, а правая для мест с течением. Теперь давайте посмотрим, как на мыша рыбачить. Поглядите, как должна быть мышь огружена. На канале у меня где-то есть видео, как сделать такую мышь. Во время проводки мышь должна чуть-чуть мордочка из воды высовываться. То есть она не должна толкать перед собой воду, а то Тайминь увидит это дело и распознает подвох. Забрасываем чуть вверх по течению. Леска прихлестнулась. И медленно начинаем подматывать. Видите, как будто бы плывет мышка. Воду перед собой не толкает. Носик из воды торчит, ей же дышать надо. Я имею в виду живой. Вот такая проводка. Такая по колеску распутаю. Вот здесь течение послабше. Давайте попробуем еще раз, чтобы было видно. Бросаем подальше, вверх по течению. И ведем. Медленно крутим, не надо торопиться. Ну вот. Примерно так. Вообще на мыша ловится не только ленок и тайминь. Можно поймать щуку, можно поймать чебака. А если будете где-нибудь в болоте рыбачить и очень медленно вести, то успешно будете ловить сама. Тот тоже не блесгует подняться к поверхности и скушать мышку. Сейчас рано. Я снимаю, чтобы вам было видно. Мышковать начинают, когда стемнеет полностью. Самого большого я на 24 килограмма ловил на мыша таймени. Очень давно, правда. Меньшим размером были экземпляры. Много ленка половил. Бывало так, что мы стоим втроем, буквально в трех метрах друг от друга на берегу ночью. Мышкуем и каждый ловит ленка раз за разом. Ну бывает дурак вот так вот и по сумеркам стукнет. Но редко. Сегодня ночью попробуем. Здесь небольшой шанс поймать что-нибудь, но есть. Здесь народу много бывает. Вон, видите, на реке, там бутылка торчит, а в это сети ставят. О, утка полетела. Гагары летают, утки. Гальян плавает. Нет, это пескарь. Пескарь, ага, вот он. А под коляку вон она залезла. Широколобка амурская. Сможет увидеть, вон их две там. Вон стоит в пятнышках, полосочках. Это амурская широколобка. В простонародье у нее матершинное название. Амурская широколобка. Не раньше большие были. Сейчас маленькие стали. Когда пойдете мушковать, фонарик ваш первый враг. Нужно выключить фонарик, немного подождать. Глаза привыкнут к темноте и все будете прекрасно видеть. Лучше очень редко пользоваться фонариком. Только в случае крайней необходимости. Так еще леший учил. Ночью все чувства обострены до предела. Все-все слышно. Утка под тем берегом крякает. Что-то в лесу там шевелится. Откидали мы полчаса. Я уже приманка, как плывет по воде, начал различать. Сейчас если фонарик включить, то мне опять придется полчаса привыкать. Вообще, мушкование очень тихая рыбалка. Потому что если будете на таежных речках где-то мышковать, ночью идешь как осторожно не стараешься. А рыба все равно от берега отходит испуганно. Рыба все под водой слышит там. Поэтому очень-очень тихо перемещаемся. Забросы стараемся потише делать. Не разговариваем, как сейчас я. Вот мы сейчас участок с течением прошли и здесь залив такой. Попробуем сама поймать. Только крутить нужно тихо-тихо-тихо, очень медленно. Вот уже такая неспешная рыба. Какая-то попалась. А под утро начался дождь и было уже не до съемок. Но самое главное, показать вам, как рыбачить на мыша я успел. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok